Находимся с вами в самом начале 6-километровой набережной, построенной в 2012 году. Вон там вот впадает Псоу и начинается Абхазия. А мы сейчас вот на этом маленьком удивительном автомобильчике совершаем экскурсию по всей набережной и посмотрим на то, какие растения украшают ее сейчас, в январе месяце. Так. Итак, готовы к ботанической экскурсии длиной 6 километров? Поехали. В самом начале набережной, в принципе, сохранились только посадки в частных домах, сама набережная, безусловно, вся застроена. Здесь больше нет песочка. Ну и, соответственно, уничтожен весь литеральный биотоп, который здесь когда-то существовал. Мы сейчас с вами проедем по всей набережной и посмотрим, как меняется озеленение, чем оно отличается. Попадаются цветущие растения, но в основном здесь травостой. Их не так много, как хотелось бы. Амброзия сохранилась. Мы сейчас с вами увидим, вон сколько рыбаков стоит. Все с удочками, с рогана идет, еще бравулька доходит. Здесь вот у нас пальмочки завязаны, это бутии. Будут плодоносить когда-нибудь. Ну, соответственно, плосковеточники. Вот они, две большие бутии. Когда-нибудь они заплодоносят, и все будут удивляться. Может быть, даже в этом кафе придумают, как готовить джем из них. Очень вкусный, кстати, получается. Мы в этом году не готовили, не записывали. Вот олеандры с плодами. Все части растения ядовиты, но растения очень красивые. Кипарисовики. Цикосы замечательные. Цикосы. Цинерария, вот она светленькая, цветет. Едешь, хочется уже так проехать по этой удивительной набережной, чтобы ничего не пропустить увлекательного. А увлекательного здесь достаточно много. Вот масштабные посадки бутия. В розмарин цветет. Январь месяц. В розмаринчик у нас все еще цветет. Надо будет тормозить почаще. Здесь у нас... Здесь у нас когда-то был песчаный пляж. Мы сюда с Танюшкой очень любили приезжать, когда только поженились, потому что здесь людей было мало. 2003, 2004, 2005 и 2006 год. Здесь людей практически не было. Только местные сюда доезжали. Ну, потому что и... Сюда надо специально ехать на пляж. И так как здесь не было никакой инфраструктуры, то, соответственно, сюда практически никто и не доезжал. Классно. Пустынный пляж. Много зелени. Ну, естественных посадок. Сейчас, конечно, в основном доминируют посадки искусственные, как вот здесь, вот около детской площадки. Очень эффектная олива. Посмотрите, сколько цветущего розмаринчика. Жасмин месни цветет вон за детской площадкой. Видите? Желтенькие. Итальянские сосны, которые, ну, в какой-то момент они потеряют вот эту вот удивительную круглую форму. И калис Тимончик, к которому мы подходили, который удивлял нас своим цветением еще в декабре месяце. И вот сейчас здесь массовое цветение розмарина. Бросская роза, как она называется. Симпатичные голубые цветочки. Сюда надо будет подъехать через месяц. Мы с вами здесь увидим бабочку бражника. Здесь вот мы тоже с Танюшкой делали записи. Мы здесь очень любим гулять. Здесь очень много зелени. Вожжевельники, смалосемянники, итальянские сосны, возвращающиеся над головой. Абелия. Последние цветочки на абелии. Все, ее время закончилось. Вот, вот он. Видите? Розмарин какой огромный куст. И он сейчас активно цветет. А рунда тростниковый подстригли. Зачем? Зачем? Не делайте так. А, ну из окна моря не видно. Я понимаю людей. Я их понимаю, но... Ой, как у ботаника прям... Сердце кровью обливается, когда я такое вижу. Айланты здесь растут. Ясени. Бананчики доцветают. Вот бананчики надо будет постричь. Через месяц. Оливы маленькие. Мчимся дальше. Вот еще много-много цветущего здесь розмарина. Подъезжаем к площадке совхоз России. Вот здесь начинается самое интенсивное движение. Здесь уже тысячи людей гуляют и днем, и ночью. Ну, здесь из-за зеленения мы с вами видим только вот кадочные. Кадочные культуры. О, ноготки. Календула. Погода сегодня холодная. Очень холодная. На улице плюс восемь. О, вот здесь вот между выходом совхоза Россия... Ну, что автобусы сюда доезжают. И красной дорожкой тут, конечно, самый-самый-самый интенсив. Чемпионат по волейболу у нас будет. Но я за спортом особо не слежу за тем, который в Сочи проходит. В том числе и потому, что у нас его особо нет. Хризантемки доцветают. Очень много экскурсий. Ну, сегодня суббота. Вот эту лодочку нужно точно озеленить. Вон, чайки. Совсем близко. Кормят? Здесь у нас кафе Магеллан. Нам оно очень нравится. Но цены кусачие. О, мимоза появилась. А мимоза у вас почем? 300 рублей. Ого! Ого! Первая, да, классная. Мимоза шикарная. Да. Мимоза классная. 300 рублей букетик. Через месяц они будут стоить по 10 рублей ведро. Ну, здесь просто царство цинерарий. Очень много олеандров. Туи. А мы с вами мчимся дальше. У нас же задача объять. О, колистимон цветет. И опять розмаринчик. Ну вот, посмотрите сколько цветов. Усыпан цветами. В буквальном смысле усыпан. Вот если бы сегодня было солнце, я бы не удивился, если бы мы здесь увидели неутомимых кавказских пчел. И, ооо, как цикосы классно спрятали. И, возможно, бражника уже. Видите, это цикосы. Укутали от холодного воздуха. Тут вечерочек, конечно, мешает. Вон, мы доедем с вами до стадиона. И дальше проедем чуть-чуть дальше. Ну, здесь у нас в Вашингтоне цикосы. И до фонтана, по-моему, все. Чехана наше любимое. Очень разнообразное меню. Всем рекомендую. На самом деле, место очень классное. Атмосферненькое. Так, мне надо куртку застегнуть до конца. Вот так. Ну, потому что на улице все-таки сочинская зима. Здесь вот фатинии возвышаются. Камелия. Но без бутонов. Цвести не будет в этом году. Ой, наша любимая лодочка. Ну, а здесь цикосы, олеандры. Беричина растет. Опять пальмы пошли. Ну, здесь прям массовая посадка пальм. Это все в Вашингтоне. Те самые, которые на Новогинской красиво цветут. Зимой. О! Пытается выбраться. Или ветром. Наверное, ветром. Вон нам сколько еще ехать до стадиона. Песочком засыпали почву. Цикосы удивлены, назовем это так. Сильно удивлены. Здесь рядышком гостиница Редисон с Аслазурной, и людей становится еще больше. А вот они, оливки. Большие оливки. В этом году, кстати, урожай на них был. Пампасская трава. Достаточно опасная. Старайтесь руками ее не трогать. Можно легко поцарапаться. Ну, здесь вот набережная сразу отличается от всех остальных участков обилием людей. Здесь очень много. Здесь очень много людей. Ну, в том числе и потому, что это такое уже центральное место. Здесь сразу несколько остановок у общественного транспорта. И, понятное дело, вот эта олива, она была усыпана плодами, а сейчас воробьями. Вот так вот. Ни одной ягодки не вижу. Все, сезон прошел. Олива вечно зеленое растение. Очень эффектно выглядит в посадках. Красиво будет смотреться у вас на участке, на даче. А вот он, мискантус. Мискантус тоже эффектное растение. Вот оно, видите, с сухими метелочками. Вот эти сухие метелочки, это мискантусы. А здесь целая посадка оливковых деревьев. Но ягоды уже осыпались. Нет-нет, вон они есть. Вон они, ягодки оливы. Вон они, черненькие. На самом верху я сейчас немножко увеличу. Самые внимательные увидят их. Но в Сочи их не готовят. Никак не заготавливают. Поэтому оливки растут просто так. А вот, ребята, во-первых, чинят забор, который у нас недавно положило ветром. Да, пальмы устояли, а забора нет. И цикосы. Вот они уже связаны. Их, видите, готовят к зимовке. Но я вот смотрю, здесь в основном, да. В основном они уже все связаны и все готовы. Эффектные растения. А в долгосрочной перспективе, конечно, это очень высокое растение. Безумно элегантно выглядящее у вас на участке, на даче. Растут до высоты 150-200 метров у нас в Сочи без проблем. То есть, в основном, во всех пунктах города Сочи, ну там за исключением совсем там высокогуровных типа поляны, расти будут чудесно. Ну а мы мчимся дальше. Мимо замечательных цикосов в Вашингтоне со связанными листиками. Но это сделано специально. Веток у пальм нет, но снег может повредить листовые пластины, и выявить тогда пальма будет не очень эффектно. А вот уроганные размножения, видите, у цикоса. Да, голосеменные, конечно, удивительные растения, когда-то доминирующие у нас на планете Земля. Ну а мы с вами продолжаем путешествие. Здесь вот одно из самых центровых мест. Когда мы с Танюшкой переехали в Адлерс-Мамайке, вот сюда мы приезжали специально, чтобы купить чурчхелу. Здесь был маленький рыночек, и очень вкусная чурчхела была. Сейчас от рыночка, конечно, ничего не осталось. Только вот этот огромный финик канарский украшает этот участок набережной. Крымские сосны. Верецк цветет. Вот он. И лаванда посажена. Ну, калистимоны не цветут здесь. Странно. Вот еще последняя посадка рунда тростникового. Видите, тростник там вот за забором растет. Тут, конечно, проходимость у этой набережной фантастическая. Мне кажется, все, кто бывал в Сочи, все обязательно были здесь, ну, хотя бы один раз, на этой замечательной набережной. Ой, еще не везде убраны новогодние украшения. Ну, у нас их в городе, по-моему, после крещения начинают массово убирать фатиния с молодыми красными веточками. Вот, видите, как замечательно. Ух, здесь озеленителю надо памятник поставить при жизни, потому что сразу несколько десятков экзотов очень эффектно выглядит. А здесь вот будь ее не стали связывать. Так, березки. Белесы. Тут главное лужи еще объехать. На дорожке очень много эффектных и не очень луж. Вот эти будьи тоже нуждаются в подвязке. Подъезжаем к стадиону Фишт. Здесь когда-то был большой жилой массив. Ух ты! Январская клубничка. О, олеандры, олеандры, итальянские сосны. Я одна последняя здесь, вот я смотрю, среди посадок. Пицунская сосна пытается напомнить всем, что здесь произрастало до того, как появилась Олимпийская набережная. Олеандры. И маленькие итальянские сосенки. О, новогоднее украшение. Как же мило это выглядит. Особенно сегодня. 16 января. Здесь мы с вами можем проскочить. Идет стройка. Да, здесь будьте осторожны. Это проезжая часть. Юка доцветает. Ну, юки очень эффектные растения. О, маленькое-маленькое оранжевое газание. Вот сейчас едем с вами под сенью огромных величественных итальянских сосен. Они были высажены здесь в 50-е годы. То есть растениям уже за 70 лет высаживали тоже саженцы. Вот видите, что происходит с итальянскими соснами, когда они становятся старше. Из круглой эффектной кроны. Вот здесь дети у меня зимой любят мороженку покупать и кукурузу. Из эффектных крон, к сожалению, они вырождаются. Кроны распадаются. И сосны становятся похожи на, ну, такую облачко, тучку. Но никак не на красивую зеленую капустку. Наш Сириус остается за забором. Великолепный ботанический сад. Более двух сотен растений, видов только. Сегодня мы по нему не погуляем. Едем с вами дальше. Вот наш морской вход, как мы его называем. А мы с вами уже практически доехали до красной дорожки. Именно по ней на набережную выходит большинство отдыхающих и гостей города, потому что рядом находится несколько автостоянок и удобная автобусная остановка. Оп, чуть-чуть притормозим. Вот он, центр набережной. Это ж мы уже с вами проехали больше половины. Вот она наша красная дорожка. На ней сейчас идут масштабные работы по подготовке к новому сезону, к новому лету. Здесь уже находятся олимпийские объекты. Чуть-чуть направо. Именно сюда мы выходили, когда была олимпиада. Вот по этому участку набережной мы гуляли с Танюшкой в 2014 году. Когда шли игры, мы работали волонтерами на шайбе и на большом. Здесь итальянские сосенки, но что-то им здесь не очень хорошо. Главный олимпийский стадион Сочи. Да и страны. Потому что зимняя олимпиада у нас была одна. Впрочем, как и летняя. Будем надеяться, что это чудо еще повторится. Ой, масштабные работы. Естественно, фотозоны. Вот так вот. Больше половины набережной уже проехали. Это мы с вами поднимаемся фактически на север. А были почти на самом юге. Почти на самом юге Сочи. Южнее только пляж Крылья Балтики. Здесь вот аккуратненько перестраиваемся. И пропускаем машинку. Двигаемся с вами дальше. Здесь дорожку от пешеходной зоны отделяет зеленый газон. Очень эффектно это выглядит. Здесь у нас барахатцы отцветают и газания. И газания. Когда-то это наше любимое место тоже было на набережной. Мы с Танюшкой здесь гуляли по вот этому пляжу, который здесь существовал, огромный песчаный. Сейчас, к сожалению, да, к сожалению, его смывает. Он сильно страдает. Из-за деятельности человека. Но каждый год его отсыпают. Я услышал крик дельфины. Но я не пойму, где они. Где-то там. В море. Через месяц у них начнется тоже миграция, как у наших птичек. Не вижу. Но так как в своей жизни мы не только видели дельфинов, но и много раз с ними плавали. Еще насмотримся. И вам покажу тоже. Газания. Газания замечательный цветочек. Он как подсолнух. Во-первых, он желтенький. Во-вторых, он поворачивается к солнцу, закрывается к вечеру. Но великолепный цветок для озеленения. В Сочи великолепный цветок. Везде чувствует себя хорошо, даже на больших высотах. О, здесь у нас в грунт везут. Для пляжей. А детям тоже развлекуха. На таких машинках. Так, мы с вами практически доехали до конца набережной. Посмотрели почти все ее озеленение. Ой, маски валяются на полу. Прям такое типичное сейчас дело. Здесь уже людей все меньше. Все меньше. Вот и все. Сейчас мы буквально метров через 200 увидим окончание набережной. Ну вот, в классическом ее понимании, сама по себе. Дальше она уже идет до жилого массива. Да, везде идет активная стройка. Вот они, великолепные смолосемянники. Уже с выпавшими семенами. Аккуратненько. Переезжаем. И мчимся дальше. Вон, видите, впереди окончание набережной. Тут уже даже покрытие отличается. Брусчатка пошла. Фампасская трава. Большие финики. Украшают. Зеленая набережная здесь подходит к концу. На кафе Парус. Мы с вами останавливаемся. Дальше видите автомобильная дорога.